Девчонки, всем огромнейший привет и всех вас я безумно рада видеть на своем канале. В прошлом видео Калятвина обещала, что покажу вам фавориты, собственно, обещала, показываю. Фавориты весна-лето 2014-го. Кого заинтересовало, продолжаем смотреть, остаемся со мной. По негласной традиции на YouTube начинаем с лаков для ногтей. Те, кто знаком со мной довольно долго, те знают, что я вообще-то любитель гель-лаков для ногтей. И это лето не стало исключением, но стало исключением то, что этим летом я предпочитала носить, ну, практически всегда исключительно френч. Даже сегодня у меня развеселый радужный френч. Видите, я с сегодняшнего дня начинаю жить в мире розовых пони, которые какают бабочками, и радужного френча на ногтях. Помогают в создании френча этим летом у меня гель-лаки от Red Carpet. Безумно нравятся. Нравится то, что у них отличный баланс по цене, качеству и прочности, долговечности покрытия. То есть, на мой взгляд, самый термоядерный это C&D Blue Sky, который вы потом с зубами еле-еле отдираете. Самый недолговечный, но при этом не менее любимый мною Essence Gель Nails It Home. И отличный баланс это Red Carpet, который, в принципе, довольно неплохо отстает от ногтей, да? Я показывала как раз в этом видео, как я это делаю. И который довольно легко наносится. Но, девчонки, это, опять же, довольно густой гель-лак, так что будьте к этому морально готовы. Внизу оставлю все ссылочки. Дальше пойдем по губам. Этим летом я просто обожала вот этих вот двух товарищей. Они, кстати, из категории люкс считаются в косметике. И самый люкс-люксович это Кэшдиоровский блеск, который появился у меня в самом начале лета. И такая абсолютно идиотическая история его появления. Я взяла, балдая, потеряла свою карточку ревгошевскую. Карточку было не восстановить, потому что я ее в свое время не зарегистрировала. И в один из прекрасных походов в ревгош девочка-кассир мне сказала, что у них проходит клиентский день марки Диоры. Купите вы что-нибудь из этой марки, и мы дадим вам золотую карту. Ну, пришлось купить блеск. Блин, и блеск оказался просто потрясающий. Даже у меня есть видео с макияжем, где я использую этот блеск. И практически, ну, короче, 50% этого лета я носила этот блеск, остальные 50% носила вот этот вот блеск-бальзам для губ от Clorans. Тоже мне очень нравится. Единственный его недостаток для меня, это слишком сильная парфюмерная одушка, так еще и дурацкими конфетками. И, кстати, видео про тег-макияж за минуту, именно он у меня на губах. Нежно люблю этих двух товарищей, и этим летом они были моими лучшими друзьями. Не могу, да, ни сейчас не сказать о том, что у меня на губах сейчас. Это помадка матовая от Seventeen в 21-м оттенке. Почему-то, я не знаю, почему же моя камера никак не хочет передавать правдиво то, что у меня находится на губах. Практически всегда она ужасно врет. В общем, поверьте мне на слово, это потрясающий оранжевый клевый цвет. Вновь и вновь фаворитом лета у меня становится минеральная косметика Everyday Minerals. На этот раз, этим летом, я распробовала основу в оттенке нюд, причем в формуле ЖОЖОБА. Не могу сказать, что там какие-то парадоксальные отличия от традиционной полуматовой формулы, но вот оттеночек этот, наконец, на мою загорелую кожу, он прям сел идеально, и вот как раз-таки сейчас он на мне. Можете это пронаблюдать. Было отдельное видео про Everyday Minerals, и ни от одного своего слова касательно этой косметики я не отказываюсь. Я ее люблю, обожаю, это мой фаворит, мне кажется, она на долгие-долгие годы вперед. Еще, кстати, детям останется, потому что косметика, ну, реально нескончаемая. Пошли дальше по лицу, теперь буду показывать парно. Начнем вот с этого бронзера, это бронзер от MAC из коллекции Alluring Aquatic, это лимитированная коллекция. В общем, отхватила я там вот этот вот бронзер, называется Афротит. У меня такой английский, я вот лучше внизу напишу, чтобы не позориться. Потрясающий бронзер, который подходит мне идеально, когда я вот такая загорелая и когда я бледная поганка. Просто потрясающе подходит, у него какая-то удивительная консистенция, которая на кисти, которая передается на кисти, потом на лицо становится чем-то кремообразным, кремоподобным. Я даже не знаю, как это объяснить, девчонки. Я вновь повторяю, что в MAC работают какие-то просто нереальные волшебники и волшебницы, которые творят безумную магию с маленькими косметиками. Но касательно кисти, которую я использую для этого бронзера, это вот такая вот кисточка от Ревгош, стоила там рублей 300. Кисточка клевая, да, чуть жестковата, на мой взгляд, но за ее стоимость 300 рублей ей можно просить даже это. Кстати, ей очень клево делать коррекцию, не только наносить бронзер, но и корректировать. Лицо какими-то скульптурирующими средствами. Дальше еще одна бюджетная парочка показывала уже, мелькала вот эта вот пудра. Ну, вообще-то это четырехцветные тени для век, как думает наивный производитель, но мы-то с вами знаем. Короче, это отличный, потрясающий хайлайтер, и мне кажется, это потрясающая бюджетная замена, альтернатива, называйте как хотите, нашумевшим герленовским метеоритом. Потому что здесь потрясающий перламутровый шиммер, вот то самое деликатное свечение. Ну, короче, очень клевая вещь, которая не выделяется отдельными блестками на лице, она лишь подсвечивает чуть-чуть лицо и придает этому самому лицу, за счет этого самого свечения, красивый, здоровый вид. И холеный, кстати, тоже. Наношу, опять же, кистью от Ревгош Профессионал, которая стоила, ну, максимум 300 рублей. Кстати, это отличная дуофибра. У меня есть дуофибра от Everyday Minerals, которая стоит на порядок дороже, ну, на порядок, ну, раза в два или в три. Короче, ничем не хуже. Совершенно отличная дуофибра, и я, наверное, прикуплю даже еще одну, потому что дуофибр много не бывает. Про глаза. Туши не хочу выделять, не буду. У меня, мне кажется, теперь по жизни два фаворита. Это Max Factor 2000 калорий и тушат Colormatic на каждый день. А вот объемные, там можно уже порассуждать. Но, как база для ресниц, я просто обязана сказать, и я каждые фавориты говорю вот про эти средства. В общем, это сыворотка для роста ресниц от марки Evelyn. И раньше я вам говорила вот про такую зелененькую, показывала ее в каждом видео. Теперь решила попробовать, прикупила вот такой вот новый вариант. Короче, те же яйца, только вид сбоку. Я пользуюсь этими сыворотками уже точно больше полугода. Я вам точно могу сказать, что ничего плохого с моими ресницами от них не стало. Ну и ничего хорошего, в принципе, тоже. С исключением, конечно, временного эффекта, когда эта сыворотка работает как база под туш. База под туш, я опять же повторяюсь, она просто идеальна. У меня нет проблем с долиной ресниц, у меня проблемы с объемом. Вот эти штуки дают просто потрясающий объем. Короче, всем всегда очень советую попробовать вот эти вот тюбики. Ну и вот про эту штуку я просто обязана вам сказать, потому что фигурировала она почти в каждом моем макияже, который я снимала этим летом. И, в принципе, наносила я ее практически всегда. Это консилер Катрис Камуфляж. Очень плотный, очень хороший. Все ругалось, я жаловалась вам, что он может подсушивать кожу под глазами. Может. Но если у вас хороший увлажняющий крем, и вы хорошо и тщательно ухаживаете за кожей вокруг глаз, все будет окей. Поверьте мне. В остальном это идеальная штука. Это плотный крем, который может замазать все. Но, опять же, во всех моих макияжах вы видели, как он работает. Он просто как ластиком скрывает мои просто жучайшие синяки под глазами. Касательно макияжа глаз, меня бросало в две крайности. Это были либо пигменты от Inglot, которые я просто безумно влюблена. И у меня есть нашумевший 22-й, который, ну, понятно, кто разрекламировал. Не будем называть это имя. И у меня есть 35-й. Они очень похожи. Это крупнодисперсные фиолетовые пигменты. На этом, собственно, их похожесть и заканчивается. Потому что что такое фиолетовый цвет, девчонки? Это смесь красного и синего. Так вот, в 22-м больше красного золота. В 35-м больше синего. С тем же самым золотом. В 22-й я бы советовала девочкам, у которых более светлые глаза. А вот в 35-й я бы советовала девочкам, у которых более темные глаза. И 22-й пигмент, когда я очень-очень бледная, он вытаскивает красноту и смотрится не очень хорошо. Но стоит чуть-чуть подзагореть, и он вот так вот смотрится. 35-й смотрится обалденно и когда я бледная, и когда я загорела. Поэтому лично для меня 35-й это просто мега супер вещь, потрясающая, великолепная, которая делает из меня конфетку и вообще просто прекрасную бомбу замедленного действия. Еще хочу вам сказать про 39-й пигмент. Это пигмент для тех, кому 22-й и 35-й пигменты кажутся слишком яркими для повседневной носки. Печенки, обратите внимание тогда на пигмент под номером 39. Это смесь розового и золотого. Потрясающе красивый цвет на глазах смотрится невероятно. В принципе, точно так же чуть-чуть дуахромит, именно как раз таки в степень своей розово-золотистости. Но при этом больше там именно розового. Так, но обязана сказать, что лучше всего они работают и смотрятся на дюралайне. В всех остальных базах, кремовых тенях они смотрятся не так красиво, как на дюралайне. Так что, если задумали покупать пигмент, то сразу держите в голове мысль, что придется тратиться еще на дюралайне. Ну и вторая крайность, в которую меня бросало, когда я делала макияж глаз этим летом, это использование кремовых теней. Ну я вообще люблю макияж в стиле раз-раз и пошла красивая. И поэтому кремовые тени в таком случае просто самый оптимальный вариант. Это потрясающе, нереально красивый, нежный, розовый. Короче, просто конфеточка, а не оттенок. 65 Pink Gold от Maybelline Color Tattoo. Классные тени, очень мягкие, потрясающая сливочная консистенция. И второй оттенок это Bare Stasi Paint Pot от MAC. Просто нереально потрясающий, красивый оттенок дорогого шампанского, а не надежды за 100 рублей. Короче, когда меня просят посоветовать золотой оттенок теней, я всегда советую именно вот эту штуку. Потому что она, мало того, что безумно красивая, безумно качественная, так она еще и очень многофункциональная. Вы можете ее использовать как тени, как хайлайтер и как базу для теней. Что, на этом с декоративными фаворитами на сегодня закончили. Следующее видео вас ожидают фавориты уходовой косметики. Очень надеюсь, что вы поделитесь со мной своими открытиями, мастхэвами весны и лета 2014. Мы с вами обсудим эту тему, вы знаете, что я люблю это делать. Огромное спасибо вам за внимание, за то, что вы досмотрели это видео до конца. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.